Всем привет! Меня зовут Наталина и сегодня мы с вами поговорим снова про бренд Juvia's Place и именно про вторую палетку. Мы с вами уже смотрели, я делала обзор первой палетки, это Nubian, и мне она действительно очень понравилась, очень хорошая палетка. И когда выходили вот эти собственные тени, практически сразу после этой появилась вот эта палетка. И просто посмотрите на вот этот вот размер рефилов. В этой палетке целых, представляете, 45 грамм во всей палетке. Очень большие рефилы, очень много средств. Но давайте мы с вами сначала посмотрим свотчи и нанесения, а затем уже по ценам и по всему остальному и свои какие-то мысли я вам скажу потом. Поэтому давайте переходить к просмотру свотчи. Извините, но свотчи первого ряда я уже третий раз переснимаю, потому что моя камера отказывалась работать, поэтому я вам их просто покажу. Первые свотчи это свотчи пальцем, а вторые свотчи все вот эти это свотчи кистью. Начинаю я с нанесения базы под тени от MAC. Дальше я делаю небольшой трюк. Я беру хайлайтер от Joy. У меня это оттенок Citrin. И немножко наношу его под бровь. Этому трюку учат в школе макияжа Icon Face. Возможно, где-то еще. Просто в хайлайтер или в какие-то сатиновые легкие тени будет все остальное намного проще тушеваться. Я набираю вот этот оттенок Madagascar и с помощью него рисую себе новую складку, предварительно отчертив линию рисунка теней вот таким вот шаблоном от Beauty Blender. Это прям очень яркий макияж, потому что все-таки, как мне написали в комментариях, эти палетки, ну, по всей видимости, были созданы для женщин-темнокожих. И, соответственно, все цвета намного более яркие. Они все очень такие рыжие, прям очень насыщенные. Поэтому макияж я буду делать прям ух. Я работаю кистью MAC 224. Дальше я беру вот такую вот кисть от Hakuhoda, это S142, и набираю вот такой ярко-оранжевый оттенок Marocco. И начинаю работать чуточку прям ниже вот нашего первого цвета, то есть, чтобы у нас один оттенок плавно переходил в другой. Вот здесь можно спускаться, в принципе, как вам угодно, особо без разницы, но тоже особо прям не разгоняйтесь лучше. Оттенок Madagascar все-таки должно быть видно, чтобы верхняя граница у нас была, ну, такая, поспокойнее, а не все-таки не цвета лисички Firefox. То можно Madagascar еще по верхней границе пройтись. Я беру оттенок Jezebel и смешиваю его с оттенком Kenya. И начинаю выводить и затемнять внешний уголок. Но при этом затемнение я все равно вношу примерно, ну, вот до середины, где-то складки. Я беру кремовый тень от Dose of Colors в оттенке Marmite, то есть русалочка. Это кремовый тень вот такого зеленого цвета. Вы можете взять любые кремовые тени. Можно взять черную, например, подложку, можно взять зеленую, как хочется. У Kiko можно взять, например, кремовые тени. И наношу это на все подвижное веко. Я беру плоскую кисть, у меня это Kiko Khoda S139. И набираю вот этот вот красивенный зеленый оттенок. Он называется Egypt. Ну и, соответственно, наношу его поверх наших с вами кремовых теней. По границе чуть-чуть я подтушевываю, чтобы зеленый, ну, хоть как-то переходил, получается, в этот красно-коричневый, а не просто такой здрасте. Я набираю вот этот оттенок Kenya. И им начинаю потихонечку оформлять нижнее веко. Но все еще вот здесь вот чуть-чуть придерживаю свой замечательный шаблончик. Серьезно, очень удобно с этим шаблоном работает. Но его цена, конечно, вообще... Дальше я еще наберу немного оттенка Marocco и его растушую по, опять же, нижней границе нижнего века. Все слизистые подвожу черным карандашом. Подвожу, причем прям так от души, и внутренний уголочек тоже черным оформляю. Почонком я набираю оттенок Zuri, Zuri, не знаю, как правильно, и наношу его во внутренний уголочек. Внутренний уголочек я люблю прям вот хорошо поднять повыше и втушевать его прям весь вот рисунок наш с вами. И приклеиваю ресницы Huda Beauty в стиле фара. Итак, что касается цен. Смотрите, эта палетка отдельно стоит 35 долларов. Но я покупала так называемый бандл, то есть все три палетки вместе. У них даже есть предложение все четыре палетки вместе, потому что у них вышла недавно четвертая, которую в этот раз я не заказала, но я ее сейчас заказала, и она мне через некоторое время придет, и на нее я, соответственно, тоже буду делать обзор. Ну и, соответственно, когда по всем Juvia's Place закончатся все четыре обзора, я возьму все четыре палетки и скажу лично свое мнение, да, что мне больше понравилось, что мне меньше понравилось, и почему. В этой палетке 45 грамм средства, она стоит 35 долларов, и это нас приводит к тому, что здесь грамм продукта стоит 0,77, то есть 77 центов за грамм продукта. У меня вообще, мне кажется, ни одной палетки не было с подобной стоимостью, и сейчас эта палетка на сайте Juvia's Place стоит 19,99. То есть вообще 20 долларов, то есть, ну, за вот это вот количество это вообще даром. Хотя я говорила периодически в своих видео то, что, ну, как бы, вот продукт, да, его масса, и это не всегда составляет большую часть себестоимости средства, потому что зачастую там коробка или вот эти вот сами металлические штучки, в которых лежат тени, что вот это составляет основу себестоимости палетки теней. Поэтому, в принципе, я думаю, что по цене им что сделать, полтора грамма, что вот один рефил, что вот такой вот, ну, разницы особо нету. Здесь, получается, каждый рефил 3,75 грамма. Я таких рефилов вообще никогда не видела. Мне кажется, это вот в румянах вот такого плана рефилы. Нужны ли такие огромные рефилы в тенях? Ну, не знаю. Конечно, если это выбирается как там одна из основных палеток, да, которая вот такая вот настольная, то, наверное, да. Но, как написали подписчики, это вот для девушек с немного другим цветом кожи, с более теным, и, соответственно, на них все вот эти вот цвета, они смотрятся так агрессивно, как, например, там на славянской или на европейской внешности. Потому что, конечно, вот с таким вот макияжем куда-нибудь в ресторан сейчас пойти, ну, даже мне с тем, что я как бы спокойно хожу с таким количеством макияжа, было бы, ну, вот так вот немножко. То есть, я понимаю, чтобы все бы вот так вот на меня посмотрели, особенно из-за длины ресниц. Ну, ничего страшного. То есть, она очень яркая. Это, мне кажется, ну, не особо на каждый день. Потому что, ну, на каждый день здесь что, может пойти вот эти вот три оттенка и вот эти вот матовые. Остальные все для подчеркивания века подвижного. В эту палетку заложена, как мне кажется, такая мысль, что вот это, это transition color, так скажем, переходный в кожу, да, более темную. Вот эти вот оттенки, например, подчеркнуть нижнее веко, затемнить внешний уголок, вот что-то такое. И все остальные практически цвета, они для того, чтобы акцентировать каким-то образом подвижное веко. То есть, это самые такие простые схемы макияжа, когда вы сделали матовыми тенями, например, такими складку и добавили там вот это на все подвижное веко, темным подвели нижнее веко и все замечательно, все прекрасно. То есть, она, я бы не сказала, что супер прям логично каким-то образом выстроена, потому что, опять же, нету черного, но вот эти вот оттенки хорошие. То есть, здесь три типа теней, здесь есть матовые тени, статиновые тени, это вот эти три и вот эти, и вот эти. И вот эти три оттенка, они такие более фойл, то есть, они прям такие, как вот фольга. Ну, я думаю, вы на сводчих видели. Вот такого плана бронзовый оттенок повторяется во всех трех палетках, которые у меня есть, ну, плюс-минус в вариациях. Конечно, здесь интересный вот этот зеленый, потому что он хороший такой зеленый, знаете, ну, мне нравится, по крайней мере, он очень красиво будет и с карими глазами. То есть, вот этот макияж для кари глаз вообще будет прям супер. Но вот все-таки он получается, конечно, достаточно такой бамс агрессивный. Но если своя внешность более контрастная, то есть, черные волосы, черные брови, там кожа какая-то загорелая, прям яркие какие-то глаза, много ресниц, то тогда это, конечно, смотрится менее вызывающе, чем, например, на моем, типа же, внешности. Симпатичное вот это вот такое золото, хороший синий. То есть, по качеству у меня как бы нет претензий к этой палетке. И у меня вот ко всем этим палеткам больше претензий по цветам, потому что все-таки вот для вот такого типа внешности это, ну, не особо, скажем так. То есть, я, конечно, вижу здесь и 10, и 20 макияжа различных с этой палеткой, но все они вот таковому состоянию приведут, да? То есть, прям базовый макияж можно, конечно, сделать, но он будет так скучноват. Я не думаю, что вот именно это хорошая какая-то палетка на каждый день. Ну, и следующая палетка, которую мы будем рассматривать уже в другом видео, это палетка маскарад. И здесь у меня, мне кажется, будет та же претензия, что все прям аж красное, аж в красноту уходит. Я понимаю, что если вы говорите, что это было создано для темнокожих, потому что я знаю, что создатели темнокожих, но эти палетки набрали огромную популярность, поэтому все-таки, ну, как бы... Я говорила в самом первом видео, что вот эти вот оттенки мне напомнили морфи, и они мне продолжают напоминать. Качество здесь такое же, как в предыдущей палетке, но, конечно, вот с этими оттенками работать не то, что сложно, но вы должны понимать, что здесь много пигмента, и оно, ну, если неправильно как-то набирать, оно начинает лететь. Вот эти вот все оттенки, которые фойл, их вот так вот, ну, натирать нельзя. Их только плоской кистью прям вот так вот по чуть-чуть набирать, и потом все равно или сдуть, или куда-то убрать, потому что все равно каким-то образом это сыпется. Это не критично, но факт остается фактом. В общем-то, я считаю, что относительно цена-качество это очень хорошее предложение, потому что дешевле палеток я вот, честно говоря, даже не припомню в своей коллекции. Если еще оценить, что оно стоит 19,99, то это вообще капец, как дешево. С официального сайта Juvia's Place есть доставка в Россию, но она дорогая. Они, правда, обещают за 5-6 дней рабочих прислать, но стоит эта доставка около 50 долларов. Я заказывала на посреднику, на бандерольку, и я считала, что у меня доставка трех палеток вышла 16 долларов. То есть, в принципе, очень даже умеренно. Вроде как эти палетки есть еще на Beauty Bay, и поэтому можно там посмотреть, там тоже есть доставка в Россию. Но я вот как бы отправила через бандерольку, потому что у меня была большая посылка, и мне это было удобнее. Что сказать? Вот рекомендую, я не рекомендую. Всегда это очень сложно говорить, потому что у каждого все равно свое какое-то мнение. Лично я вот качество, да, вот размер, да, цена, да, цвета. Я бы очень много что здесь поменяла, и я надеюсь, что они в каком-то ближайшем будущем будут выпускать палетки, ну, немножечко с другой какой-то спецификой и немного в других оттенках, потому что вот это для себя, ну, не знаю, вот мне нравится вот эта вот растяжка с тремя оттенками, и там вот этот оттенок, то есть то, что я вижу для себя. И мне кажется, здесь вот целевая аудитория – это девушки с очень контрастной внешностью, которые вот прям любят от души макияж, такой в стиле американских блогеров. Вот для них это прям подойдет, прям да. Если вы хотите базовую палетку, а-ля на каждый день, типа работая там в России где-то в офисе, то, наверное, нет. Если вы хотите, опять же, какую-то праздничную палетку, то есть чтобы прям, чтобы вжух это красотка и накраситься на какое-то мероприятие, то, не знаю, мне кажется, они бы лучше разделили бы это количество и добавили побольше цветов, типа как вот они сделали в маскараде, но маскарад мы еще будем пробовать, просто я все к нему возвращаюсь. В общем, я уже очень долго про это разговариваю. Качество – супер, цена – супер, цвета – цвета – вопрос к цветам. В общем-то, покупать эту палетку или нет, естественно, это только ваше решение, и я вам сказала за и против, и свое какое-то личное мнение. Если вдруг вам понравилось это видео, то можете поставить лайк, именно таким образом вы помогаете развитию этого канала, и мы с вами скоро увидимся, до встречи, и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!